Борис Березовский даже после своей смерти продолжает удивлять мир и провоцирует массу спекуляций. Поскольку до сих пор нет его посмертного фото, то кто-то уже начинает думать, что жив он, повешен двойник, а сам Борис Абрамович, исполняя мечту где-то уже вокруг и даже рядом по обыкновению воскресного вечера, смотрит нас. Заявления английской полиции так часто менялись за эту неделю, что хочется спросить, когда вы говорили правду, господа, когда утверждали, что следов насилия не обнаружено, когда говорили, что шарф лежал рядом или когда объявили, что оборванный шарф узлом вокруг горла. Тем временем английская пресса широко обсуждает версию, что убрали Березовского, там это все еще Платон Еленин, именно британские спецслужбы, ведь именно им было так невыгодно возвращение беглого олигарха в Россию. Еще вспоминают боевой путь Бориса Абрамовича. Правда, никто почему-то не говорит, что всеми достижениями Березовский обязан, ну как бы это сказать, незрелым демократиям. Рыбку он ловил всегда в мутной воде. В 90-е это была Россия. Сбежав, рассчитывал на Украину, инвестировал в оранжевый хаос. Потом надеялся на твиттерную революцию в Молдавии и платил. Поиздержавшись, денег занял. 50 миллионов долларов. У сына президента Киргизии, Бакиева. Вдумайтесь, выудил 50 миллионов из чуть ли не беднейшей страны мира. В то же время на цивилизованном, как у нас любят говорить, Западе, бизнес гений Березовского оказался унизительно беспомощен. Впрочем, это удел не только Березовского. Многие якобы таланты, быстро разбогатевшие в России и покинувшие ее, на чужбине лишь теряют. Это типично. Ну вот в разбивку. Батурина, Черной, Смоленский, Бородин, Полонский, Гусинский, Невзлин. История каждого печальная и лично для меня выглядит как деградация. Если же учесть, что обстановка на Западе не становится более дружественной, любого россиянина, вне зависимости от статуса, можно ограбить, задержать и допросить, или даже за несодеянное и недоказанное посадить, как Виктора Бута, либо летчика Ярошенко, то риски жизни в зарубежье возрастают. Наверное, поэтому многие хотят в Россию уже вернуться. Березовский не успел. Версии подробнее позже, а пока о том, что вокруг мистической смерти происходит в Англии сейчас. Наш собственный корреспондент в Лондоне Александр Хабаров, тот самый, что после информации полиции первым из журналистов прибыл к отцепленному дому в Васкоте. Титнес-парк, где было обнаружено тело Березовского, это объединяющая несколько загородных домов территория, огражденная от посторонних глаз высоким забором. Места, похожие на подмосковную Рублевку. Именно в таких уголках Англии охотно покупают себе виллы, богатые русские. Безопасность, тишина и комфорт. За воротами, которые ведут к дому Березовского, прогуливается павлин. Для олигарха на пенсии чего еще нужно? Эта история достойна пера Канан Дойля или Агаты Кристи. Оставшийся неудел, якобы разоренный, беглый олигарх найден мертвым в загородном особняке. Ни свидетелей, ни предсмертной записки, если это, конечно, было самоубийство. А может быть, суперпрофессионал-убийца проник сквозь этот забор и скрылся, не пойманный камерами видеонаблюдения. Авторы английских детективных романов почему-то всегда высмеивали неповоротливый Скотланд-Ярд. Но дело Березовского досталось даже не столичным сыщикам из Лондона, а провинциальному управлению полиции региона с лирическим названием «Далина реки Темза». По законам жанра усердные детективы тут же перекрыли подъездные дороги и оцепили всю прилегающую к дому территорию. Прошу вас покинуть это место и вернуться к своей машине. Такого количества незваных гостей, наверное, никогда не видели стены этого дома. Криминалисты, сыщики, эксперты по химическим, биологическим и даже радиоактивным веществам. Ткани покойного олигарха отправили на изучение в лабораторию ядерного центра «Олдер Мастен». Именно там шесть лет назад обнаружили у Литвиненко полоний. Внезапная смерть Березовского – дело не менее скандальное и громкое. Чтобы не сболтнуть лишнего, но при этом и не молчать, полицейские избрали для общения с прессой обезличенную форму. Результаты вскрытия проведенного патологоанатомом Министерства внутренних дел показывают, что причина смерти – повешение. Следов насилия или борьбы не обнаружено. Тело Бориса Березовского сейчас находится здесь, в госпитале в Эксен-парк. То, что это действительно он, на опознании подтвердила дочь – Елизавета Березовская. Неназванные родственники сообщили журналистам газеты «Гардиан», что у Березовского, оказывается, обнаружили сломанное ребро. И только на заседании коронера графства Бергшир, который должен официально установить причину смерти, полиция вдруг выложила свой главный козырь. На шее умершего был обнаружен кусок ткани с узлом. Другая часть той же материи болталась на перекладине в ванной, где обычно вешают шторки для душа. На первый взгляд это похоже на то, что человек был повешен с помощью этой материи на перекладины в ванной. Но, как сказал нам полицейский, у них нет никаких оснований подозревать участие какой-либо третьей стороны, но они не могут это на 100% отвергнуть. Главный свидетель – это единственный телохранитель Березовского, который, как предполагают, когда-то работал на израильскую разведку «Моссад». Именно этот человек почему-то оставил Березовского в доме одного на целую ночь, а когда вернулся, обнаружил его мертвым. Вы общались с охранником, который нашел его? Нет, с охранниками я не общался. Я им хотел позвонить, он мне взял трубку. Расследование затягивается. Неясно, когда и где состоятся похороны. Примечательно, что некогда могущественный политический игрок ушел из этой жизни в чужом доме. По документам он записан на имя бывшей жены. Да еще и под псевдонимом. В Коронерском суде Березовского именуют не иначе, как Платон Еленин. Так он официально зарегистрирован в Британском министерстве внутренних дел. Чиновники добавляют в скобках, что раньше этот человек был известен как Борис Березовский. Если следствие и придет к выводу, что это было самоубийство, все равно останутся сомнения. Слишком много было в Англии в последние годы загадочных внезапных смертей. Литвиненко, Бадри Патеркацишвили, разбившиеся на вертолете, поверенный во многие махинации Березовского адвокат Стивен Кертис. Это только ближайший круг олигарха, не говоря уже об остальных. В прошлом году в Лондоне едва не убили банкира Германа Горбунцова. Совсем недавно, вдруг, во время пробежки в одном из таких же поместий, скончался еще один махинатор, Александр Перепеличный. Он был замешан в скандале вокруг фонда «Эрмитаж Капитал». И, наконец, то, что случилось с самим Борисом Березовским. Тихая, безопасная Англия, похоже, перестала быть спокойным местом для дельцов из России. Особенно, если у них сомнительное прошлое. Александр Хабаров, Илья Мурдюков, Вести, Лондон. Субтитры создавал DimaTorzok